Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу прокомментировать несколько активов, которые у меня открыты на данный момент. Те сделки, которые я давал в чат ранее. Плюс те ситуации, которые есть прямо сейчас. Давайте начнем. Первый актив вот сейчас вы видите на экране. Это природный газ. Очень долго мы пытаемся отработать коррекцию по данному активу, потому что есть действительно очень хороший потенциал на дневном графике для коррекции. Но вот зайти в него с нормальным соотношением риск-прибыль все не получается, потому что стопы снимает. И вот я как раз перезашел наконец-то в него еще последний раз 10.02. Поставил стоп-лосс за уровнем. уровнем. Это уровень вот справа, посмотрите, от 15-минутного графика. Это открытый интерес по путам. То есть, соответственно, если вот у меня, например, уже нету никаких уровней, то есть газ уже все пробил, все, что можно было, то единственное, зачем, за каким уровнем можно было поставить стоп-лосс, так это вот опционный страйк. Я его сюда прилепил как раз и, соответственно, до него мы не дошли. И вот вчера уже появился проталкивающий HFT-объем зеленого цвета, после которого цена пошла наверх. И вот сейчас еще один. То есть, уже идут покупки по природному газу. Вот вы видите сокращение открытого интереса по путам. Колы, как видите, даже немножечко увеличивается объем колов. Вот за сегодняшний день тоже, видите, путов всего лишь 18, колов 64. То есть, в принципе, вот все показатели уже говорят о том, что мы можем увидеть отскок, коррекцию. Действительно, эта зима максимально теплая и это тоже продвигало котировки природного газа в нисходящие тенденции. Но обещают похолодание. Обещают похолодание в конце февраля, даже в марте, что будет еще холодно. И я думаю, что мы увидим отскок, увидим коррекцию по данному активу. Конечно же, не обходится без того, что происходит манипуляции в данном активе. Вы помните, когда он улетел на 5 долларов за 10 тысяч британских термических единиц и после этого опустился с одной более-менее внушительной коррекцией. Вот она была. Был отскок вот в этой области, вы видите, в начале 2019 года. И потом снова же нисходящее движение, потом опять была более сильная коррекция вот в три волны, как мы видим, да, не просто отскок, уже какая-то коррекция, вот, и дальше продолжение снижения. Конечно, вот падение с 5 долларов до доллар 75 кажется в принципе невероятным, так же само, как и рост к 5 долларам, да, то есть в принципе рынок создан для того, чтобы показывать невероятные вещи, в которые трейдеры не могут поверить, но крупный капитал, он всегда делает то, во что большинство не может поверить, то есть как мы называем его кукловод, да, его он заинтересован в том, чтобы двигать рынок туда, куда большинство в принципе не ожидает его увидеть, и по природному газу это по-моему очевидно, понятно, что никакие фундаментальные причины, сколько мы бы не говорили про погоду или какие-то другие факторы, они конечно же никаким образом не могут объяснить падение цены с 5 долларов до 1,75, то есть это в 3 раза, это конечно же все происходит манипуляцией, и которые мы слава богу можем отслеживать с помощью тех инструментов, которые есть в платформе Trading Volume Terminal. Вот сейчас опять образовался HFT объем, то есть вот именно это отличие проталкивающих HFT объемов от останавливающих, то что в принципе образовался HFT объем, и цена не корректируется, то есть цена наоборот движется в сторону HFT объема, и конечно же сложно зайти в сделку с помощью таких HFT объемов, потому мы и смотрим, чтобы были вот такого плана да, красные на дне, для того, чтобы с максимальным соотношением риск-прибыль зайти, и соответственно зеленые наверху останавливающие, можно было зайти в шорт, но в данной ситуации зеленые объемы не являются останавливающими пока что. Дальше, давайте посмотрим на сою, тоже я публиковал эту точку входа, сейчас тоже нахожусь в данной позиции, конечно очень долго нужно сидеть выжидать пока цена консолидируется, но тем не менее, я думаю, что будет продвижение, будет продвижение, если посмотреть на дневном графике, то потенциал очень хороший, у меня отмечено на уровне 905 долларов, ну по крайней мере ближайшее сопротивление находится на уровне 892 доллара, то есть мы отслеживаем ситуацию и будем реагировать, если будут какие-то дисбалансы, видите, да, по открытому интересу тоже, что цена находится в боевике, открытый интерес падает, это тоже признак выдохшейся нисходящей тенденции, и что она будет сменяться на восходящую тенденцию, вот пока что такой анализ посоль дальше у меня также открыта позиция по платине я уже комментировал эту ситуацию для клиентов, которые на личном коучинге хочу повторить, что здесь мы видим был набор позиции 15 января усиление дельты увеличение открытого интереса после этого соответственно разгрузка позиции достаточно длительная я пытаюсь брать платину уже третий раз в принципе последний раз это было вот 0.3 0.2 то есть 3.5 февраля и до сих пор нахожусь в этой позиции ожидаю выхода из этой консолидации наверх так что же дальше у нас у меня еще открытая позиция вот я вчера перезашел по мазуту вот как вы видите достаточно большие объемы были я заходил вот в этой области на hft объеме тоже перезаходил публиковал это в telegram мой стоп не выбило тут буквально 4 пункта вот то есть минимум был 1.56 84 а я поставил стоп на 1.56 80 то есть соответственно не дотянуло до стопа и цена замечательно развернулась и вот после образования вот таких очень крупных hft объемов на покупку соответственно я прикрылся но в шорт я не заходил понимая что вот когда такое сильное скопление hft объемов то соответственно где-то будет продолжение я очень сильно ждал выжидал наблюдал за мазутом для того чтобы в него перезайти вчера все-таки был hft объем замечательный на покупательной дельте на дельте покупок на котором я перезашел в покупки то есть и сейчас продолжаю удерживать позицию также я давал свои рекомендации по меди меди очень хорошо растет и скажем так точка входа была верная но вот у меня была неверная постановка стоп лосса или же скажу так что она была правильная но произошел вынос после которого нужно было перезайти я наблюдал наблюдал за медью но все-таки не перезашел пропустил момент вот момент был вот здесь когда на фоне покупательной дельты образовалась вот это единственное место где была дельта продаж и после того как мы увидели коррекцию нужно было перезаходить я этого не сделал потому что это произошло ночью вот а потом когда уже видел вот это нисходящее движение думал что будет перебой минимума и после этого зайти его не состоялось и снова уже ночью произошел рост из-за того что все эти два движения произошли ночью соответственно я не смог перезайти в медь хотя идея классная я давал в телеграм канале и если бы у меня были открыты опционы то соответственно конечно бы я в этой позиции остался дальше я давал японскую иену и британский фунт скажем так это на закуску да вот сейчас японская иена образовались и в те объемы но я не захожу когда цена находится перед сопротивлениями у меня сильное сопротивление кумулятивной дельты видите один достаточно мощный уровень второй менее мощный соответственно я их выделяю по толщине линии двоечка стоит и для того чтобы купить иену я бы хотел чтобы цена вышла за пределы этих уровней их оттестировала и тогда я бы открывал покупку вот с целью 1.9184 1.9194 вот в эту область но пока что я наблюдаю вот здесь мы заходили в шорт взял я соотношение 1 к 8 но как вы видите да в принципе выходы можно также очень классно производить по HFT объем если действительно это хороший разворот то выход также мы увидим и он будет и эта информация поступит скорее всего ну то есть как показывает практика с вероятностью 80% сигнал на выход рынок дает все таки если он дал сигнал на вход с помощью HFT объемов так же самое он дает сигнал на выход тоже с помощью HFT объема и британский фунт потрясающая позиция на самых максимумах на уровнях объема и с образованием HFT объема но тоже к сожалению я вышел вот в области достаточно сильных HFT которые образовались была после этого коррекция но мне перезайти не удалось все таки хотя я понимал что фунт будет дальше продолжать свое снижение сейчас хорошая точка входа была это вот когда цена продвигается наверх тем временем образуется шортовая дельта то есть игроки собираются они продают на продолжение тенденции и вот образовывается HFT объем соответственно и это дает возможно зайти в покупку но очень много уровней сопротивления вот сейчас мы на сентябрь семнадцатого года я думаю что может может быть коррекция потому что все таки фунт выглядит слабо и потенциал у него снижение достаточно велик если мы посмотрим на дневной график то мы можем дальше еще продолжать снижение это в принципе и уровень 1.25 по фунту но это более долгосрочная перспектива сейчас я вижу что в принципе мы можем скорректироваться наверх на уровень 1.3061 вот сюда в эту область всем спасибо за внимание надеюсь информация для вас полезна хорошей вам торговой недели и красивых точек входа пока пока Продолжение следует...